Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 25 сентября. Житие и чудеса преподобного и богоносного Отца нашего Сергия, Радонежского чудотворца. Преподобный и богоносный отец наш Сергий родился в Ростовской области от благочестивых родителей Кирилла и Марии. Год рождения преподобного Сергия в точности неизвестен. Вероятно, оно было в 1314 году. Еще от чрева матери бог избрал его на служение себе. Не задолго до его рождения мать его в воскресный день по своему обычаю пришла к литургии в церковь. Перед началом чтения Святого Евангелия младенец в очреве ее так громко скрикнул, что голос его слышали все, стоявшие в храме. Во время хирургийской песни младенец скрикнул во второй раз. А когда священник произнес «Святая святым», в третий раз послышался из утробы матери голос младенца. Из этого уразумели все, что произойдет на свет великий святильник миру и служитель Пресвятой Троицы. Подобно тому, как перед Божией Матерью радостно взыграл в очреве святой Иоанн пред Теча, так этот младенец взыграл перед Господом во святом его храме. При всем чуде мать предподобного была объята страхом и ужасом. Сильно также были удивлены все слышавшие голос. Когда наступил день рождения, Бог даровал Марии сына, коему нарекли имя Варфоломей. В первых же дней своей жизни младенец показал себя строгим постником. Родители и окружающие младенца стали замечать, что он не питался молоком матери по средам и пятницам. Не прикасался он к сосам матери и в другие дни, когда ей исключалось употреблять в пищу мясо. Заметив это, мать вовсе отказалась от мясной пищи. Достигнув семилетнего возраста, Варфоломей был отдан родителями в учение грамоте. Вместе с ним учились и два его брата, старший Стефан и младший Петр. Они учились хорошо и делали большие успехи. А Варфоломей далеко отставал от них, трудно давалось ему учение. И хотя учитель занимался с ним весьма усердно, тем не менее он мало успевал. Это было по смотрению Божию, дабы и дитя получило разум книжный не от людей, но от Бога. Сильно печалился о том Варфоломей. Горячо и со слезами молился, чтобы Бог даровал ему разумение грамоты. И Господь внял молитвы, исходившие из глубины сердца благочестивого отрока. Однажды отец спасал Варфоломея за лошадьми. Привыкший беспрекословно повиноваться воле своих родителей, отрок тотчас же отправился. Такое поручение тем более приходилось ему по душе, что он всегда любил уединение и безмолвие. Его путь проходил лесом. Здесь он встретил некоторого инока, или скорее посланного Богом ангела в иноческом образе. Он стоял среди леса и творил молитву. Варфоломей приблизился к старцу и, поклонившись ему, стал ожидать, пока тот не окончит своей молитвы. По окончании ее старец благословил отрока, облабызал его и спросил, что ему нужно. Варфоломей отвечал, «Я отдан ночи в книжное обучение, но мало разумею, что говорит мне мой учитель. Очень скорблю я о всем и не знаю, что мне делать». Сказав это, отрок попросил старца, чтобы он помолился о нем Господу. И инок исполнил просьбу Варфоломея. Окончив молитву, он благословил отрока и сказал, «Отныне Бог даст тебе, дитя мое, уразуметь то, что нужно, так что ты и других можешь поучить». Пресем старец достал сосудец и дал Варфоломею как бы некоторую частицу от просфоры. Он велел ему вкусить, говоря, «Возьми чадо и съешь». «Сие дается тебе в знамение благодати Божией и для разумения Святого Писания. Не смотри на то, что сия частица так мала. Велика будет радость твоя, если вкусишь от нее». После всего старец хотел было продолжать свой путь. Но обрадованный отрок стал усердно просить инока посетить дом его родителей. «Не минуй дома нашего», — умолял Варфоломей, «не лиши родителей моих твоего святого благословения». Уважавшие иноков родители Варфоломея с честью встретили желанного гостя. Они стали предлагать ему пищу, но он отвечал, что следует прежде вкусить пищи духовной. И когда все начали молиться, старец велел читать Варфоломею псалмы. «Я не умею, отче», — отвечал отрок, но инок пророчески произнес, «отныне Господь дарует тебе знания грамоты». И действительно, отрок тот сяже начал стройно читать псалмы. Родители его сильно удивились такой перемене, совершившейся с их сыном. При прощании старец сказал родителям святого, «Велик будет сын ваш пред Богом и людьми. Он станет некогда избранной обителью святого духа и служителем Пресвятой Троицы». Подобно тому, как земля, обильно напоенная дождем, бывает плодоносна, так и святой отрок с того времени без всякого затруднения читал книги и понимал все написанное в них. Легко давалась ему грамота, ибо Бог отверз ему ум разуметь Писание. Отрок возрастал летами, а с тем вместе возрастал разумом и добродетелью. Рано почувствовал он любовь к молитве, самых юных лет познал сладость в беседе с Богом. Поэтому так ревностно стал посещать храм Божий, что не пропускал ни одной службы. Не любил он детских игр и старательно избегал их. Не по сердцу ему приходилось веселье и смерть сверстников. Он думал, ибо он знал, что развращает добрые нравы, злые беседы. Твердо он помнил, что начало премудрости страх Господень, и посему всем всегда старался научиться этой мудрости. С особенным тщанием и ревностью он предавался чтению божественных и священных книг. Зная, что воздержанием лучше всего побеждается страсти, юный отрок наложил на себя строгий пост. По светам и пятницам он ничего не вкушал, а в прочие дни питался только хлебом и водою. Так возненавидел он свою плоть, чтобы спасти свою душу. Если ему встречался кто-либо из неимущих, то Варфоломей радостно делился с ним своей одеждой и всячески старался послужить ему. Не будучи еще в монастыре, он вел иноческую жизнь. Так что все изумлялись в виде такой воздержания и благочестия юноши. Сначала мать, беспокоясь за здоровье своего сына, уговаривала его, чтобы он оставил столь суровый образ жизни. Но благоразумный отрок смиренно ответствовал своей матери. «Не отклоняй меня от воздержания, ибо оно так сладостно и полезно для моей души». Удивившись мудрому ответу, мать не желала более препятствовать доброму намерению сына. Так, смиряя воздержанием свою плоть, Варфоломей не выходил из воли родителей. Между тем Кирилл и Мария переселились из вышеупомянутого города Ростова в местность, называвшуюся Радонеж. На месте древнего Радонежа находится ныне село Городище или Городок. Оно расположено между Москвой и Троицей Сергиевой Лавры в 12 верстах от последней. Это произошло не потому, чтобы то место было известно или чем-нибудь знаменито, но так благоизволил Бог. На всем именно месте ему угодно было прославить своего усердного служителя. Варфоломей, коему было тогда около 15 лет от роду, также последовал за своими родителями в Радонеж. Братья его к тому времени уже женились. Когда юноше исполнилось 20 лет, он стал против просить своих родителей, чтобы они благословили его постричься в иноке. Уже давно стремился он посвятить себя Господу. Хотя родители его и уставили выше всего иноческую жизнь, однако просили сына подождать некоторое время. Фиады, говорили они ему, ты знаешь, что мы стары, уже недалек конец жизни нашей, и нет, кроме тебя, никого, кто послужил нам на старости. Потерпи еще немного времени, придай нас в погребение, и тогда уже никто не возбранит тебе исполнить свое заветное желание. Варфоломей, как покорный и любящий сын, повиновался воле своих родителей и усердно старался успокоить их старость, чтобы заслужить их молитвы и благословения. Незадолго до кончины Кирилл и Мария приняли иночество в Покровском Ходьковском монастыре, состоявшем в верстах от трех, от Радонежа. Сюда также пришел обдавевший около того времени старший брат Варфоломея Стефан и вступил в число иноков. Немного спустя родители святого юноши, один вскоре после другого, с миром приставились ко Господу и были погребены в всем монастыре. Братья после смерти родителей провели здесь сорок дней, вознося усердно молитвы Господу о упокоении новоприставленных рабов Божиих. Все свое имущество Кирилл и Мария оставили в Варфоломею. Видя представление своих родителей, преподобный так размышлял сам с собою. «Я смертен и тоже умру, как и родители мои». Раздумывая таким образом о кратковременности этой жизни, благоразумный отрок раздал все имущество родителей, ничего не оставив для себя. Даже для пропитания он ничего не удержал в себе, ибо уповал на Бога, дающего пищу алчущим. Стремясь к отшельничеству, Варфоломея вместе с братом своим Стефаном отправился отыскивать место, удобное для пустынной жизни. Долго братья ходили по окрестным лесам, пока не пришли туда, где ныне возвышается монастырь Пресвятой Троицы, столь прославленный именем преподобного Сергия. Место это в то время было покрыто густым дремучим лесом, которого не касалась рука человека. Ни одна дорога не пролегала через сей лес, ни одно жилище не стояло в нем, лишь только звери да птицы обитали здесь. С горячей молитвой обратились к Богу братья, призывая Божие благословение на место будущего обитания, и придавали Его святой воле свою судьбу. Устроив хижину, они стали ревностно подвязаться и молиться Богу. Воздвигали они та же небольшую церковь, и с общего согласия решили осветить ее во имя Пресвятой Троицы. Для сего они пошли в Москву и просили митрополита Фиагноста, чтобы он дал свое благословение на освящение церкви. Фиагност был митрополитом с 1328 по 1353 год. Святитель ласково их встретил и послал с ними священнослужителей осветить церковь. Так скромно было положено основание свято-троицкого монастыря. С усердием и неусыпным рвением предался теперь Варфоломея духовным подвигам. Великой радостью был объят юный подвижник, когда увидел, что исполнилось заветное его желание. Старший же брат его Стефан, пяготясь жизни в таком пустынном месте, оставил Варфоломея, переселился в Москву, в Богоявленский монастырь. И здесь сблизился с Алексием, бывшим потом митрополитом московским. Занимал он архипастерскую кафедру в Москве с 1354 по 1378 год. Оставшись в совершенном одиночестве, Варфоломея еще более стал приготовляться к иноческой жизни. Лишь только тогда, как укрепился он в трудах и подвигах и приучил себя к строгому исполнению правил монашеских, он решил принять иноческое пострижение. В то время к нему пришел один игумен по имени Митрофан. Он и постриг выноческий чин блаженного Варфоломея на 23-м году его жизни. Обряд пострижения был совершен в день памяти святых мучеников Сергии и Вакха, и Варфоломею было дано имя Сергии. После пострижения Митрофан совершил божественную литургию в церкви Пресвятой Троицы и сподобил нового инока причащения святых христовых тайн. В сие самое время церковь исполнилась необычайного благоухания, которое распространялось даже за стенами храма. Семь дней новопостриженный инок неисходно пребывал в церкви. Каждый день Митрофан совершал литургию, приобщал его святого тела и крови Господних. За все это время пищей Сергия были просвора, даваемая ему ежедневным Митрофаном. Во время... все время Сергий проводил в молитве и богомыслии. Постоянно взывал к Богу из глубины своего чистого сердца, словословил великое имя Господне, воспевал псалмы Давидовы и песни духовные. Он весь был объят радостью, и душа его горела божественным огнем и благочестивой ревностью. Пробыв несколько дней в стеркви, Митрофан сказал ему, «Фяда, я оставляю это место и предаю тебя в руки Божии. Господь да будет твоим заступником и хранителем». И, провидя будущее, он предрек, «На месте всем Бог воздвигнет большую и славную обитель, где будет прославляться великое и страшное имя его, и просияет добродетель». Сотворив молитву и преподав несколько наставлений об иноческой жизни, Митрофан удалился. Святой Сергий, оставшись на том месте, один ревностно подвязался, умершлял свою плоть постом, бдением и многоразличными трудами. А во время лютой зимы, когда от мороза трескалась земля, переносил он стужу в одной одежде. Особенно много скорбей и искушений испытал он от бесов в начале своего одиночества в пустыне. С ожесточением ополчились на инока невидимые враги, не терпя его подвигов. Они хотели устрашить святого для того, чтобы он покинул то место. Они обращались то в зверей, то в змей. Сергий же отгонял их молитвою. Призывая имя Господне, он разрушал, как тонкую паутину, бесовские наваждения. Однажды ночью бесы, как бы целым воинством, грозно приблизились к нему и со страшной яростью кричали «Уйди с этого места, уйди! Иначе ты погибнешь лютою смертью!» Когда бесы произносили эти слова, из уст их вырывался пламень. Преподобный же, вооружившись молитвой, отогнал силу вражию. И, словословие Бога, пребывал там без всякого опасения. Однажды, когда отшельник читал ночью правила, вдруг из леса поднялся шум. Бесы во множестве опять окружили келью и с угрозами кричали преподобному Сергию. «Уйди же отсюда! Зачем ты пришел в сию лесную глушь? Чего ты ищешь? Не надейся более жить здесь, там видишь. Место это пусто и непроходимо. Разве ты не боишься умереть с голода или погибнуть от рук разбойников?» Такими словами устрашали бесы преподобного. Но тщетны были все усилия их. Святой помолился Господу, и тотчас же исчезло бесовское полчища. После сих видений не так страшен был для подвижника вид диких зверей. Мимо его одинокой кельи пробегали стаи голодных волков, готовых разверзать инока. Заходили сюда и медведи. Но сила молитвы и здесь спасала пустынника. Однажды преподобный Сергий заметил перед своей кельей медведя. Видя, что медведь очень голоден, он жалился над зверем, вынес ему кусок хлеба и положил его на пень. С тех пор медведь стал приходить, часто в келье, ожидал обычного подаяния и с кротостью смотрел на святого. Преподобный Сергий делился с ним пищей, часто даже отдавал ему последний кусок. И дикий зверь сделался настолько кроток, что повиновался даже слову святого. Так Господь не оставлял своего угодника в пустыне. С ним он был во всех скорбях и искушениях, помогал ему, ободрял и подкреплял усердного и верного раба своего. Между тем о преподобном стала повсюду распространяться слава. Одни говорили о его строгом воздержании, трудолюбии и прочих подвигах. Другие удивлялись его простотею и незлобию, иные рассказывали о его власти над злыми духами, и все поражались его смирением и душевной чистотой. Поэтому многие из окрестных городов и селений начали стекать к преподобному, кто обращался к нему за советом, кто желал насладиться его душеспасительной беседой. Всякий находил у него добрый совет, всякий возвращался к нему утешенным и успокоенным. У всякого на душе становилось светлее. Так действовали кроткие и благодатные слова, коими Сергий встречал всех, приходивших к нему за советом или за благочестивым наставлением. Преподобный с любовью принимал всех. Некоторые просили даже у него позволения жить вместе с ним. Но святой отговаривал их, указывая на трудности иноческого жития. «Места эти, — говорил преподобный, — пустынны и дики, — много лишений предстоит вам здесь». Проникнутые глубоким чувством уважения к святому, пришельцы эти просили лишь об одном — чтобы Сергий позволил им поселиться здесь. Видя твердость их намерений и крепкую решимость посвятить себя Богу, преподобный должен был уступить их просьбам. Вскоре под руководством преподобного собралось двенадцать человек, и долго не изменялось это число. Если кто-либо из братьев постигала кончина кого-либо, то на его место приходил другой. Так что многие усматривали всем числе совпадение. Число учеников преподобного было такое же, каково было число учеников Господа нашего Иисуса Христа. Ины же сравнивали его с числом двенадцать колен Израилевых. Пришельцы построили двенадцать келий. Сергий вместе с братьями обнес келии деревянным тыном. Так возник монастырь, существующий по благодати Божией до ныне. Тихо и мирно проходила подвижническая жизнь пустынников. Ежедневно они собирали свою небольшую церковь, и здесь возносили Господу усердные молитвы. Семь раз в день принимала церковь под свой кровь иноков. Они совершали здесь полуночницу, утренний, третий, шестой и девятый час, вечерний и повечерие. А для совершения божественной литургии приглашали к себе из ближайших сел священника. Спустя год после того, как пришли к Сергию братья, поселился в новооснованной обители и вышеупомянутый священный инок Митрофан, совершивший обряд посвяжения над преподобным Сергием. С радостью он был встречен братьями и был единодушно всеми избран игуменом. Иноки радовали, что теперь стало возможно совершать литургию гораздо чаще, чем прежде. Но Митрофан вскоре предал Господу свою душу. Тогда братья стали просить преподобного, чтобы он принял на себя сам священца и был бы у них игуменом. Серги отказался от этого. Он хотел подражать Господу и быть всем слугою. Сам он построил несколько кельей, выкопал колодец, носил воду и ставил ее у кельи каждого брата, рубил дрова, пек хлебы, шил одежды, готовил пищу и исполнял смиренно другие работы. В свободное трудовремя Серги посвящал молитве и посту. Питался одним только хлебом и водою, и то в небольшом количестве. Каждую ночь он проводил в молитве и в бдении. Лишь на краткое время забывал со сном. К величайшему удивлению всех, столь суровая жизнь не только не ослабляла здоровье подвижника, но даже как будто укрепляла его тело и придавала ему силы для новых, еще больших подвигов. Своим воздержанием, смирением и благочестивой жизнью преподобный Сергий подавал пример всей братьи. С удивлением вздирали отшельники на из этого ангела во плоти и всеми силами старались подражать ему. Так же, как и он, пребывали они в посте, молитве и постоянных трудах. То шили одежды, то переписывали книги, то возделывали небольшие свои огороды и исполняли другие подобные работы. Совершенное равенство было в монастыре, но выше всех стоял преподобный. Он был первым подвижником всей обители и, лучше сказать, первым и последним. Ибо многие в его время и после подвязались здесь, но никто не может сравниться с ним. Он сиял, как луна среди звезд. Слава его подвижнической жизни все росла, укреплялась и распространялась. Братья Стефан привел к нему своего 12-летнего сына Иоанна. Отрак, услышав о святой жизни Сергия, возгорел желанием последовать ему. Он принял постижение и был наречен Феодором. В этой обители Феодор прожил около 22 лет и занимался иконописанием. Прошло более 10 лет с тех пор, как пришли к Сергию первые сподвижники. И с каждым днем все сильнее чувствовалась нужда в игумене и иереи. Приглашать к себе священников было не всегда можно, да и нужен был руководитель, обреченный властью игуменскую. Не было другого лица, более достойного занять такое место, кроме основателя сей обители. Но преподобный Сергий страшился игуменства. Не начальником, а последним иноком желал он быть в монастыре, основанном его трудами. Наконец, отшельники, собравшись вместе, пришли к преподобному и сказали, «Отче, не можем мы жить без игумена. Желаем, чтобы ты был нашим наставником и руководителем. Мы хотим приходить к тебе с покаянием и открывая перед тобой все наши помышления, всякий день получать от тебя разрешение наших грехов. Совершай у нас святую литургию, дабы мы из честных рук твоих приобщались к божественных тайн». Сильно и долго отказывался Сергий. «Братья мои», — говорил он, — «у меня и помыслов никогда не было об игуменстве. Одного желает душа моя окончить дни свои простым иноком. Не принуждайте же вы меня. Лучше предоставим все это Богу. Пусть Он сам откроет нам свою волю, и тогда увидим, что нам делать». Но иноки продолжали неотступно просить преподобного, чтобы он исполнил их желание и говорили, «Если ты не хочешь заботиться о душах наших и быть нашим пастырем, то все мы принуждены будем оставить это место и нарушить обет, данный нами. Тогда нам придется блуждать подобно овцам без пастыря». Еще долго убеждали, просили и даже настаивали иноки. Наконец, тронутый и побежденный их мольбами, святой отправился с двумя старцами в Переславль-Залесский к Афанасию, епископу Волынскому, ибо последний по случаю отъезда святого Алексея, митрополита, царь Град, управлял тогда делами митрополии. Святитель ласково принял подвижника, о коем уже давно дошли до него слухи. Облобызав его, он долго беседовал с ним о спасении души. По окончании беседы преподобный Сергий смиренно поклонился Афанасию и стал просить у него игумена. На эту просьбу святитель ответствовал, «Отныне будь отцом и игуменом для братья, тобой же собранной в новой обители живоначальной Троицы». Так он посвятил преподобного Сергия сначала воира диакона, а затем рукоположил воира монаха. С величайшим благоговением, весь исполненный страха и умиления, совершал Сергий первую литургию, после коей и был поставлен во игумена. Афанасий долго беседовал с новопоставленным игуменом и сказал ему, «Чадо, теперь ты воспринял великий сам священничество. Узнай же, что тебе подобает по заповеди великого апостола немощи немощных носить и не себе угождать». Помни слово его, друг друга тяготы носите и так исполните закон Христов. После этого святитель Афанасий, облабызав и благословив преподобного, отпустил его с миром в обитель Пресвятой Троицы. С ликованием встретили своего первого игумена пустым на жителей. Они вышли навстречу своему наставнику и отцу, и с сыновней любовью поклонились ему. Радовался и игумен, видя своих духовных чад. Придя в церковь, он обратился к Господу с усердной молитвой и просил, чтобы Бог благословил его, послал ему всесильную помощь в новом трудном служении. Помолившись, преподобный обратился к братьям со словом поучения, побуждал иноков не ослабевать в подвигах, просил у них содействие себе и в первый раз преподал им свое игуменское благословение. Просто и немногословно было его наставление, но своей ясностью и убедительностью оно навсегда укоренилось в сердцах людей. Впрочем, преподобный не столько действовал словом, сколько самой своей жизнью показывал всем добрый пример. Сам, став игуменом, он не только не изменил свои прежние строгости, но еще с большей ревностью стал исполнять все правила монашеские. Постоянно носил он в сердце своем слова Спасителя. А кто хочет быть из вас большим, да будет для всех рабом. Ежедневно совершал он божественную литургию, всегда сам приготовлял просворы, молол для них собственноручно пшеницу и исполнял всякие другие работы. Особенно любимым трудом преподобного было печенье просвор. До сего дела никого другого он не допускал, хотя многие из братьев и желали бы взять на себя этот труд. Первым он приходил в церковь, где стоял прямо, никогда не позволяя себе ни прислониться к стене, ни сесть. Последним уходил из храма Божия. Неусыпно и с любовью поучал он братьев, убеждал их следовать к стопам великих подвижников Божиих, жития коих он часто рассказывал своим духовным чадам. Так ревностно пасал свое словесное стадо, наставляя его на путь спасения и молитвою прогоняя от него мысленных волков. По прошествии некоторого времени бесы, не терпя добродетельной жизни святого, снова стали восставать на него. Обратившись в змей, они вползли в его келью в таком большом количестве, что покрыли весь пол. Тогда блаженный обратился с молитвой к Господу и со слезами просил избавить его от дьявольского наваждения. И тотчас бесы исчезли, как дым. С его времени Бог даровал своему угоднику такую власть над нечистыми духами, что они даже приблизиться к преподобному не осмеливались. Долгое время братьям в монастыре было двенадцать человек. Но вот приходит из Смоленска архимандрит по имени Симеон. Отказавшись от видного положения, с чувством глубокого смирения, Симеон просил преподобного принять его, как простого инока. Сильно был тронут такой просьбой Сергий и с любовью принял прибывшего. Архимандрит Симеон принес с собой много имущества и передал его преподобному для того, чтобы святой мог построить более обширный храм. На пожертвование Симеона преподобный из Божьей помощи скоро построил новую церковь, расширил монастырь и вместе со своей братьей славословил Бога день и ночь. С того времени многие стали собираться к преподобному Сергий, чтобы под руководством этого славного подвижника спасать свои души. С любовью принимал святой игумен всех приходящих, но, зная на опыте трудность монашеской жизни, нескоро постригал их. Обыкновенно он приказывал облечь приходившего в длинную одежду из черного сукна и повелевал ему исполнять вместе с прочими иноками какое-либо послушание. Так поступал он для того, чтобы вновь прибывший мог узнать весь устав монастырский. Лишь после долгого испытания преподобный Сергий постригал прибывшего в мантию и давал клобук. Принимая иноков после столь тщательного испытания, святой и потом заботился о их жизни. Так преподобный строго запрещал инокам после повечерия выходить из своих келей или вступать в беседу друг с другом. Каждый из них должен был в это время пребывать в своей келье, занимаясь рукоделием или молясь. Поздно вечером, особенно в темной и долгие ночи, неутомимый и ревностный игумен после келейной молитвы совершал обход келей и через окон сосмотрел, чем кто занят. Если он заставлял инока или творящим молитву, или занимающимся рукоделием, или читающим душеспасительные книги, то с радостью воссылал о нем Богу молитвы и просил, чтобы Господь подкрепил его. Если же он слышал недозволенную беседу или заставлял кого-либо за суетным занятием, то, постучав в дверь или окно, отходил далее. На следующий же день он призывал к себе такого инока и вступал с ним в беседу. Послушный инок сознавался, просил прощения, и Сергий с отеческой любовью прощал его, но непокоряющегося же он налагал эпитемию. Так преподобный Сергий заботился о вверенном ему стаде, так умел он соединять кротость со строгостью. Истинным пастыем был он для иноков в своей обители. Богатая примерами истинно-христианской жизни, обитель преподобного Сергия в первое время своего существования была бедна самыми необходимыми предметами. Часто подвижники испытывали крайний недостаток самым нужным. Удаленные от жилищ, отрезанные от всего света глухим дремучим лесом и забиловавшим всякими дикими зверями, обитель сия не могла рассчитывать на помощь людскую. Часто у братьев не было вина для совершения божественной литургии, и они были принуждаемы с глубоким чувством сожаления лишать себя и этого духовного утешения. Часто не хватало пшеницы для просвор, или фимиама для кождения, воска для свеч или для лампад. Тогда иноки зажигали лучины и при таком освящении совершали службу в церкви. В бедно-искудно освященном храме они сами горели и пламенели любовью к Богу, яснее самых ярких свеч. Проста и несложна была внешняя жизнь иноков. Так же просто было и все, что их окружало, и чем они пользовались. Но величественна была простота сия. Сосуды, кои употреблялись для таинства пресечения, были сделаны из дерева. Облачение было из простой крошенины. Богослужебные книги писались на березте. Иногда иноки всей обители, где тогда еще не было общежития, терпели в пище недостаток. Даже самый гумен нередко испытывал нужду. Так однажды у преподобного не оставалось ни одного куска хлеба. Да и во всем монастыре была скудость в пище. Выходить же из обители для того, чтобы просить пропитание у мирян, преподобный строго запрещал инокам. Он требовал, чтобы они возлагали надежду на Бога, питающего всякое дыхание. И у него с верой просили бы всего благопотребного. А что он повелевал, братья, то и сам выполнял без всякого опущения. Посему три дня терпел святый. Но на рассвете четвертого дня он томимый голодом взял топор, пришел к одному старцу, живущему в всем монастыре по имени Даниилу, и сказал ему, «Я слышал, старче, что ты хочешь пристроить сени к своей келии. Желаю, чтобы руки мои не оставались праздными. Посему и пришел к тебе. Позволь мне построить сени». На это Даниил отвечал, «Да, я уже давно желаю сделать сени. Даже заготовил все необходимое. Жду только плотника из деревни. Поручить же такое дело тебе я не решаюсь, ибо тебя нужно и вознаградить хорошо». Но Сергий сказал, что ему нужно только несколько кусков старого заплесневавшего хлеба. Тогда старец вынес решето с кусками хлеба, но преподобный сказал, «Не сделав работы, я не беру платы». Затем он с сорвением принялся за работу, целый день занимался этим делом и с Божьей помощью кончил его. Лишь вечером на заходе солнца он принял хлеб. Помолившись, святой стал вкушать его. Причем некоторые иноки заметили, что из уст преподобного вылетала пыль от хлеба, покрытого плесенью. Видя это, пустыножители делились его смирению и терпению. Как-то в другой раз случилось оскудение в пище. Два дня переносили это лишение иноки. Наконец, один из них, сильно страдая от голода, стал роптать на святого, говоря, «Да коли ты будешь запрещать нам выходить из монастыря и просить того, что для нас необходимо, еще одну ночь мы потерпим, а утром уйдем отсюда, чтобы нам не умереть с голода». Святой утешал братья и напоминал им подвиги святых отцов, указывал, как ради Христа не терпели голод, жажду, испытывали много лишений. Привел он им слова Христовы, «Посмотрите на птиц небесных, которые не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец Небесный питает их». «Если же он питает птиц», говорил святой, «то неужели не может подать пищу нам?» «Вот теперь время терпения, мы же ропщим». «Если мы перенесем кратковременные испытания с благодарностью, то сие самое искушение послужит нам на большую пользу. Ведь и золото не бывает без огня чисто». Присем он пророчески произнес, «Теперь у нас на короткое время случилось оскудение, а утром будет изобилие». И предсказание святого сбылось. На следующий день утром от одного неизвестного человека было прислано в монастырь множество свежеиспеченных хлебов, рыбы и других недавно приготовленных язв, доставившие все это говорили. «Вот это христолюбец прислал Авве Сергий и братья, живущие с ним». Тогда иноки стали просить постных впустить с ними пищу, но те отказались, сказав, что им приказано немедленно вернуться обратно, и поспешно удалились из обители. Пустынники, увидя обилие привезенных язв, поняли, что Господь посетил их своей милостью, и, возблагодарив горячо Бога, устроили трапезу. При этом иноки сильно были поражены необычайной мягкостью и необыкновенным вкусом хлеба. Надолго было достаточно для братьев сих язв. Преподобный игумен, воспользовавшись этим случаем для наставления иноков, сказал, поучая их, «Братья, смотрите и удивляйтесь, какое воздаяние посылает Бог за терпение, не забудет Он убогих своих до конца. Он никогда не оставит этого святого места и живущих на нем своих рабов, служащих ему день и ночь». Часто и в других случаях сказывалась отеческая заботливость преподобного о своей братии и его величайшее смирение, как это видно из следующего. Прибыв в пустыню, преподобный Сергий поселился на безводном месте. Не без намерения остановился здесь святой, нося издалека воду. Он тем самым хотел сделать свой труд еще большим, ибо стремился все сильнее изнурить свою плоть. Когда же по Божьей благоизволении умножилось, братья, и образовался монастырь, то в воде стал замечаться большой недостаток. Ее приходилось носить издалека и с большими затруднениями. Поэтому некоторые стали роптать на святого, говоря, «Зачем ты, не разбирая, поселился на этом месте? Зачем, когда здесь нет поблизости воды, ты устроил обитель?» Преподобный на эти упреки смиренно отвечал, «Братья, я желал один безмолвствовать на этом месте. Богу же было угодно, чтобы здесь возникла обитель. Он может даровать нам и воду. Только не изнемогайте дух, и мы молитесь с верою. Ведь если он в пустыне извел воду из камня непокорному народу еврейскому, то тем более не оставит вас усердно служащих ему». После этого он однажды взял с собой одного из братьев и тайно сошел с ним чащу, находившуюся под монастырем, где никогда не было проточной воды. Найдя во рве немного дождевой воды, святой преклонил колено и стал так молиться. «Боже, Отче Господа нашего Иисуса Христа, сотворивший небо и земли, все видимое и невидимое, создавший человека и не хотящий смерти грешника, молим тебя мы, грешные и недостойные рабы твои, услыши нас сейчас все и иви славу твою, как в пустыне через Моисея, чудодействовала крепко десница твоя, и статив из камня воду. Так и здесь яви силу твою, творец неба и земли, даруй нам воду на месте всем, и да разумеет все, что ты в нем лишь молящимся тебе, и высылающим славу отцу и сыну, и святому духу, ныне и во веки веков. Аминь». Тогда внезапно забил обильный источник, сильно поражена была братья. Ропот недовольных сменился чувством благоговения перед святым игуменом, иноки даже стали называть сей источник Сергиевым. Но смиренному подвижнику было тяжело прославление людское, поэтому он сказал, «Не я, братья, дал вам сию воду, но сам Господь послал ее нам недостойным, посему не называйте его моим именем». Внимаясь им к словам своего наставника, братья перестало называть тот источник Сергиевым. С того времени иноки уже не испытывали боли и недостатка в воде, но брали воду из этого источника для всех монастырских потребностей, и часто почерпающие эту воду с верою получали от ее исцеления. Уже немало лет прошло с тех пор, как преподобный Сергий положил основание обители. Святая жизнь этого великого подвижника не могла остаться незаметной. И вот многие люди стали селиться в тех местах слож покрытых дремучим лесом. Многие стали обращаться к преподобному, прося его молитв и благословения. Многие из поселян стали часто приходить в монастырь и доставлять необходимое для пропитания. Молва о святом все более возрастала и увеличивалась. Много различных чудес совершил преподобный еще при жизни. Господь даровал своему угоднику необыкновенную чудодейственную силу. Так однажды преподобный воскресил мертвого. Это произошло следующим образом. В окрестностях обители жил один муж, питавший к Сергию великую веру. Единственный сын его был одержим неизлечимой болезнью. Твердо надеясь, что святой исцелит его сына, этот поселенин отправился к преподобному. Но в то время, как он пришел в келью святого и стал просить его помочь болящему, отрок изнуренный сильной болезни умер. Потеряв всякую надежду, отец всего отрока стал горько плакать. «Увы мне», — говорил он святому, «я пришел к тебе, человек Божий, с твердой уверенностью, что ты поможешь мне. Лучше было бы, если бы сын мой умер дома, тогда не оскудил бы я верою, которую доселе имел к тебе». Так, скорбя и рыдая, он вышел, чтобы принести все нужное для погребения своего сына. Увидев рыдание сего человека, преподобный сжалился над ним и, сотворив молитву, воскресил отрока. Вскоре возвратился поселенин с гробом для своего сына. Святой же сказал ему, «Напрасно ты неосмотрительно передаешься печали. Отрок не умер, но жив». Так как сей человек видел, что как умер его сын, то не хотел верить словам святого. Но, подойдя, он с удивлением заметил, что отрок действительно жив. Тогда обрадованный отец стал благодарить преподобного за воскрешение своего сына. «Ты обманываешься», — сказал Сергий, «и не знаешь сам, что говоришь. Когда ты нес отрока сюда, сильное стужа он изнемог. Ты же подумал, что он умер. Теперь в теплой келе он согрелся, а тебе кажется, что он воскрес». Но поселенин продолжал утверждать, что сын его воскрес, по молитвам святого. Тогда Сергий запретил ему, говорит, о семь прибавив. «Если ты станешь рассказывать о том, то и вовсе лишишься своего сына». В радости великой вернулся сей муж домой, прославляя Бога и его угодника Сергия. О чуде всем узнал один из учеников преподобного, который поведал о нем. Много и других чудес совершал преподобный. Так один из окрестных жителей впал в тяжкую болезнь. Несколько времени он не мог ни спать, ни принимать пищи. Братья его, слыша о чудесах преподобного Сергия, принесли больного к подвижнику и просили его исцелить страждущего. Святой помолился, окропил больного святою водою, после чего тот заснул. А проснувшись, он стал совершенно здоровым и бодрым, как будто никогда не хворал. Прославляя и благодаря великого подвижника, сей поселенин возвратился к себе домой. К преподобному стали приходить люди не только из окрестных селений, но даже из отдаленных местностей. Так однажды к Сергии привезли с берегов Волги знатного человека, одержимого нечистым духом. Сильно страдал он, то кусался, то бился, то убегал от всех. Десять человек едва могли удержать его. Родные его, услышав о Сергии, решили привезти этого бесноватого к преподобному. Больших трудов, немалого усилия потребовалось для того. Когда болящего привезли в окрестности монастыря, он с необычайной силой разорвал железные оковы и стал кричать так громко, что его голос был слышен даже в обители. Узнав о том, Сергий совершил молебное пение о болящем. В это время страждачий стал несколько успокаиваться. Его даже вели в самый монастырь. По окончании молитвенного пения преподобный подошел с крестом к бесноватому и стал осенять его. В это самое мгновение тот человек бросился с великим воплем в воду, скопившуюся неподалеку после дождя. Когда же преподобный осенил его святым крестом, он почувствовал себя совершенно здоровым, и рассудок возвратился к нему. На вопрос, почему он бросился в воду, исцелевший отвечал, «Когда меня привели к преподобному, и он стал осенять меня честным крестом, я увидел великий пламень, исходящий от креста, и, думая, что тот огонь сожжет меня, устремился в воду». После этого несколько дней он пробыл в монастыре, прославляя милосердие Божие и благодаря святого угодника за свое исцеление. Часто и других бесноватых приводили к святому, и все они получали избавление. Милосердный Господь даровал такую силу своему усердному и верному рабу, что бесы выходили из людей, одержимых ими, еще прежде, чем болящих подводили к святому. Много и других чудес происходило по молитвам подвижника, степы прозревали, хромые ходили, прокаженные очищаются. Словом, все с верой приходящие к святому, какие мы бы не страдали недугами, получали телесное здоровье и нравственное назидание, так что обретали сугубую пользу. Слух о таких чудесах преподобного Сергия распространялся все далее и далее. Молва о его высокоподвижнической жизни росла все шире и шире. Число посещавших обитель возрастало все более и более. Все прославляли преподобного Сергия, все благоговейно почитали его. Многие приходили сюда из различных городов и мест, желая видеть святого подвижника. Многие стремились получить от него наставление и насладиться его душеполезной беседой. Многие иноки, оставив свои монастыри, приходили под кров основанной преподобной обители, желая подвязаться под его руководством и жить вместе с ним. Простые и знатные жаждали получить от него благословение. Князья и бояре приходили к всему блаженному отцу. Все его уважали и считали как бы за одного из древних святых отцов или за пророка. Уважаемый и прославляемый всеми, преподобный Сергий оставался все тем же смиренным иноком. Лицкая слава не прельщала его, все так же продолжал он трудиться и служить всем примерам. Всем, что только было у него, он делился с бедными. Не любил он мягких и красивых одежд, но постоянно носил одеяния из грубой ткани, собственноручно им самим сшитые. Однажды в монастыре не было хорошего сукна, а оставался всего один кусок, и тот был так плох и гнил, что монахи отказывались брать его. Тогда Сергий взял его себе, сшил из него одежду и носил ее до тех пор, пока она не развалилась. Вообще же святой всегда носил ветхую и простую одежду. Так что многие не узнавали его и считали за простого инока. Один крестьянин из дальнего селения, слыша много о святом Сергии, пожелал видеть его. Посему он пришел в обитель преподобного и стал спрашивать, где находится святой. Слышилось, что преподобный тогда в огороде копал землю. Братья сказали о всем прибывшему поселенину. Точно же он пошел в огород и там увидел святого, копающего землю, в худой, разодранной одежде, испечеренной заплатами. Он подумал, что указавшие ему на всего старца, посмеялись над ним, ибо он ожидал видеть святого в большой славе и чести. Посему, возвратившись в монастырь, он вторично стал спрашивать, где святые серьги? Покажите мне его, так как я пришел издалека посмотреть на него и поклониться ему. И на киже отвечали, старец, виденный тобой, и есть преподобный отец наш. После всего, когда святой вышел из огорода, крестьяин отвернулся от него и не хотел смотреть на блаженного. Негодуя, он так размышлял. Сколько труда понапрасну понесся. Пришел взглянуть на великого угодника и надеялся увидеть его в большой почести и славе. И вот теперь вижу какого-то простого, бедного старца. Провидя его мысли, святой горячо возблагодарил Господа в душе своей. Ибо всегда, насколько тщеславный превозносится о похвале и почести своей, настолько же смиренно-мудрый радуется обесчестии и уничижения. Позвав того поселенина к себе, преподобный поставил перед ним трапезу и стал радушно угощать его. Между прочим, святой сказал ему, не скорби, друг, ты вскоре увидишь того, кого хотел видеть. Лишь только блаженный произнес эти слова, пришел вестник, уведомляя о прибытии в монастырь князя. Сергий стал и вышел навстречу знатному гостю, приехавшему в монастырь в сопровождении множества слуг. Увидев игумена, князь еще и издали поклонился преподобному до земли и спрашивая смиренно у него благословения. Святый же, благословив князя, с подобающей честью ввел его в обитель, где старец и князь сели рядом и стали беседовать, а прочее все предстояли. Поселенин, оттесненный далеко слугами князя, не мог, несмотря на все свои старания, издали узнать того старца, коим он ранее гнушался. Тогда он тихо спросил у одного из предстоящих, «Господин, что это за старец сидит с князем?» Тот же отвечал ему, «Разве ты пришлет здесь, что не знаешь всего старца?» «Это преподобный Сергий». Тогда Поселенин стал порицать и укорять себя. «Истинно, я слеп», — говорил он, «когда не поверил, показывавшему мне святого отца». Когда же князь вышел из обители, Поселенин быстро подошел к преподобному и, стыдясь прямо глядеть на него, поклонился старцу в ноги, прося прощения за то, что согрешил по неразумию. Святой же ободрил его, говоря, «Чадо, не скорби, ибо ты один верно думал о мне, говоря, что я простой человек. Все же, проще, ошибаются, полагая, что я велик». Из этого ясно видно, сколь великим смирением отличался преподобный Сергий, земледельца, который пренебрег им. Он возлюбил сильнее, чем князя, оказавшего ему почесть. Сими кроткими словами святой утешил простого поселенина. Прожив несколько времени в миру, сей человек скоро опять пришел в обитель и принял здесь пострижение. Так сильно тронуло его смирение великого подвижника. Однажды поздно вечером блаженный по своему обычаю совершал правила и усердно молился Богу о своих учениках. Вдруг он услышал голос, звавший его «Сергий!» Преподобный сильно изумился такому необычайному в ночное время явлению. Отворив окно, он хотел посмотреть, кто зовет его. И вот видит он большое сияние с неба, которое настолько разгоняло ночной мрак, что стало светлее дня. Голос послышался во второй раз «Сергий!» Ты молишься о своих чадах и моление твое услышано. Посмотри, видишь число иноков, собирающихся под твое руководство во имя Пресвятой Троицы. Оглянувшись, святой увидел многое множество прекрасных птиц, сидевших в монастыре и вокруг него, и певших несказанно сладко. И опять был слышен голос «Так умножится число твоих учеников, подобно всем птицам!» И после тебя оно не оскудеет и не умолится, и все, пожелавшие следовать твоим стопам, чудесно и многоразлично будут украшены за их добродетели. Пятой был изумлен таким дивным видением, желая, чтобы и другой кто-либо порадовался вместе с ним. Он громким голосом позвал Симеона, жившего ближе прочих. Удивившись необычайного призыва игумена, Симеон поспешно пришел к нему, но видеть всего видения уже не сподобился, а узрел только некоторую часть всего небесного света. преподобный преподобный подробно рассказал Симеону все, что он видел и слышал, и оба они провели без сна всю ночь, радуясь и прославляя Бога. Вскоре после всего к преподобному пришли послы от святейшего патриарха Константинопольского Филофея. Патриарх от 1354 до 1355 года и во второй раз с 1362 до 1376 года и передали святому вместе с благословением дары от патриарха крест, параманд и схиму. Параманд в небольшой четвероугольный плац с изображением страстей Господних. Не к другому ли кому вы посланы, сказал им смиренный игумен, кто я грешный, чтобы мне получать дары от святейшего патриарха? На это посланцы отвечали, нет, отче, мы не ошиблись, ни к другому, кому мы отправились, а к тебе, Сергию. Они принесли от патриарха следующее послание, милостию Божию архиепископ Константина Града вселенский патриарх господин Филофей, сыну и сослужебнику нашего смирения о святом духе Сергию, благодать и мир и наше благословение. Мы слышали о твоей добродетельной жизни по заповедям Божиим, восхвалили Бога и прославили имя Его. Но вам еще не достает одного и при том самого главного, нет у вас общежития. Ты знаешь, что и сам Бога Отец, пророк Давид, все обнимавший своим разумом из рек, что добро и что прекрасно, это жить братьям вместе. Посему и мы преподаем вам добрый совет устроить общежитие и добудет с вами милость Божия и наше благословение. Получив это патриаршее послание, преподобный отправился к блаженному митрополиту Алексию и, показав ему сию грамоту, спросил его, «Владыка святый, как ты повелишь?» На вопрос старца митрополита отвечал, «Сам Бог прославляет верно служащих Ему. Он сподобил и тебя такой милости, что слух о твоем имени и о твоей жизни достиг до отдаленных стран, и как советует великий вселенский патриарх, так и мы советуем и одобряем то же самое». С того времени преподобный Фергий установил в своей обители общежитие и строго приказал соблюдать общежительные уставы, ничего не приобретать для себя, не называть ничего своим, но по заповедям святых отцов все иметь общим. Между тем преподобный тяготился людской славой. Установив общежитие, он желал поселиться в уединении среди тишины и безмолвия трудиться пред Богом. Посему вышел он тайно из своей обители и направился в пустыню. Отойдя около шестидесяти верст, он нашел одно место сильно понравившееся ему близ реки называемой Киржач Покровского уезда Владимирской губернии. Братья же, увидевши себя покинутой своим отцом, пребывало в большой скорби и спущении. Оставшись как овцы без пастыря, иноки стали повсюду его отыскивать. По прошествии некоторого их пастырь и придя со слезами умоляли святого чтобы он возвратился в обитель. Но преподобный, любя безмолвие и уединение, предпочел остаться на новом месте. Поэтому многие из его учеников, оставив лавру, поселились вместе с ним в той пустыне, воздвигли монастырь и построили церковь своими Пресвятой Богородице. Но иноки великой лавры, не желая жить без своего отца и в то же время, будучи не в состоянии упросить его возвратиться к ним, отправились к преосвященному митрополиту Алексию и просили его, чтобы он убедил преподобного возвратиться в обитель Пресвятой Троицы. Тогда блаженный Алексей послал к преподобному двух архимандритов с просьбой, чтобы он внял моление в братья и, возвратившись, успокоил ее. Он увещевал Сергия сделать это для того, чтобы иноки села. Беспрекословно исполнил преподобный Сергий это прошение блаженного святителя. Он возвратился в Лавру на место первого своего пребывания, чем братья была очень утешена и обрадована. Святой Стефан епископ Пермский, питавший великую любовь к преподобному, однажды ехал из своей епархии в город Москву. Дорога по коей проезжал святитель отстоял от Сергиева монастыря в верстах восьми. Так как Стефан очень спешил в город, то проехал мимо обители, предполагая посетить ее на обратном пути. Но когда он был против монастыря, то встал со своей колесницы, прочитал «Достойно есть» и, сотворивши обычную молитву, поклонился преподобному Сергию со словами «Мир тебе, духовный брат!» Случилось, что тогда блаженный Сергию вместе с братьями сидел за трапезою. Уразумев духом поклонения епископа, он тот час же поднялся. Немного постояв, он сотворил молитву и, в свою очередь, также поклонился епископу, отъехавшему от обители уже на далекое расстояние, и сказал «Радуйся и ты, пастырь Христово стадо, и благословение Господне да будет с тобою». Братья была удивлена таким необычайным поступком святого. Некоторые же поняли, что преподобный удостоился видения. По окончании трапезы иноки стали расспрашивать его о происшедшем, и он сказал им «В тот час против нашего монастыря остановился епископ Стефан на пути в Москву, поклонился Пресвятой Троице и благословил нас грешных». Впоследствии некоторые из учеников преподобного узнали, что это действительно было так, и поделились прозорливости, дарованной от Бога их отцу Сергию. Многие благочестивые мужи просияли славой в обители преподобного. Многие из них за великие добродетели были поставлены на игуменство в другие монастыри, а иные возведены на святительские кафедры. Все они преуспевали в добродетелях, наставляемые и руководимые своим великим учителем Сергием. Среди учеников преподобного был один по имени Исаакий. Он желал посвятить себя подвигу безмолвия, и посему часто просил у святого благословения на столь великий подвиг. Однажды премудрый пастырь в ответ на его прошение сказал, «Если ты, фиада, желаешь безмолвствовать, то на следующий день я дам тебе на это благословение». На другой день по окончанию божественной литургии преподобный Сергий осенил его честным крестом и сказал, «Господь да исполнит твое желание». В это самое мгновение Исаакий видит, что необыкновенный пламень исходит от руки преподобного и окружает его Исаакия. С его временем пребывал в молчании, лишь только однажды чудесное явление разрешило ему уста. Преподобный Сергий еще при жизни, будучи во плоти, сподобился иметь общение с бесплотными. Это произошло таким образом. Однажды святой игумен совершал божественную литургию вместе с братом своим Стефаном и племянником Феодором. В церкви тогда, среди прочих, находился также Исаакий молчальник. Со страхом и благоговением, как и всегда, совершал святой великое таинство. Вдруг Исаакий видит в алтаре четвертого мужа, в чудном блистающих ризах и сияющего необычайным светом. При малом входе с Евангелием небесный сослужитель следовал за преподобным. Лицо его сияло как снег, так что невозможно было взирать на него. Чудное явление поразило Исаакия. Он отверз уста свои и спросил рядом стоящего с ним отца Макария, что за дивное явление, отче, кто сей необыкновенный муж. Макарий же, не менее украшенный добродетелями, также был сподоблен этого видения. Изумленный и пораженный Сим, он отвечал, не знаю, братья, я и сам ужасаюсь, взирая на такое дивное явление, не пришел ли разве какой священнослужитель с князем Владимиром. Князь Владимир Андреевич в то время был в церкви вместе со своими боярами. Старцы спросили у одного из них, не приходил ли с князем Иерей. Спрошенный ответил, что с князем не было священника. Тогда иноки поняли, что с преподобным Сергием сослужит ангел Божий. По окончании литургии названные ученики святого приступили к нему и спросили его о всем. Сначала игумный не хотел открывать им тайны. Какое необычайное явление видели вы, чадо! Скружили литургии Стефан, Феодор и я грешный, боли никого не было. Ученики продолжали просить его. Тогда преподобный сказал им, чадо, если сам Господь Бог открыл вам, то могу ли я утаить сие? Тот, кого вы видели, был ангелом Господним. Не только ныне, но и всегда, когда мне недостойному приходится совершать литургию, он Божьим изволением служит вместе со мною. Вы же строго храните сие в тайне, пока я жив. Среди учеников преподобного был один по имени Андроник, происходивший из того же города Ростова, откуда был родом и сам преподобный. Еще в юных летах он пришел к блаженному отцу Сергию в монастырь и был принят им в число иноков. Здесь он подвязался много лет, украсил себя многими добродетелями и подъял много трудов. Посему и святой сильно любил своего ревностного ученика и усердно молился о нем Господу. В то время митрополит московским был еще святой Алексий. Тесная дружба и узы братской любви соединялись его святителя с блаженным митрополит спрашивал совета у преподобного игумена. Однажды посетив монастырь Алексий сказал Сергию возлюбленный хочу спросить у тебя одного благодеяния и думаю что ты по любви ко мне не откажешься в моей просьбе не откажешь. Старый же отвечал архиерею владыка святый мы все в твоей власти ничто тебе не возбранено все обители. Тогда митрополит сказал я хочу с Божьей помощью сильная буря так что корабль должен был потонуть и нам грозила гибель. Все начали молиться Богу так же и я стал просить Его чтобы Он избавил нас от непредстоящей смерти. Присем я дал обет построить храм во имя того святого память кое празднуется в тот день когда Господь дарует нам высадиться на берег. С того часа буря прекратилась наступила тишина и мы достигли берега 16 августа. Теперь хочу исполнить свой обет построить церковь во имя Господа нашего Иисуса Христа в честь нерукотворенного его образа. Для ней хочу устроить и монастырь и в нем ввести общежитие. Посему прошу тебя дай мне возлюбленного ученика твоего Андроника. Святой с готовностью исполнил просьбу митрополита. Пожертвовать на монастырские нужды Алексей отправился в Москву и здесь поручил вышеназванному Андронику. Спустя несколько времени сам преподобный Сергий прибыл в новую обитель. Благословив ученика своего, он сказал «Господи, призрись небеси на место сие и посети его своей милостью». Тот же святитель Алексий благодаря Господа и за исцеление по его смиренным молитвам татарской царицы Таи-Дулы основал другой монастырь в Москве в память чудо-архистратига Михаила и для всей чудовской обители митрополит и спросил у Сергия нескольких старцев. Имя преподобного связано с основанием еще одного монастыря в Москве именно Симоновского. Вышеупомянутый Федор, племянник Сергия, долгое время пребывал в обители великого подвижника, просветая добродетелями и изнуряя плоть свою воздержанием. Никогда ничего он не скрывал от своего наставника Игумена, но исповедовал ему всякий помысл. Когда он уже был священником, он пожелал основать где-либо монастырь, а всем он рассказал преподобному Сергию. Спустя некоторое время святой Сергий, видя всем изволение Божие, благословил Федора и отпустил его, а также некоторых из братьев. Нашедший одно место близ реки Москвы Симонова, Федор помыслил основать здесь обитель. Когда преподобный услышал о том, то пришел, благословил Федора и похвалил его намерения. Федор построил церковь во имя причистой владычицы нашей Богородицы, в честь ее славного Рождества устроив здесь монастырь. Федор и в нем вел общежитие. Слава о добродетельной жизни Федора стала широко распространяться, число иноков его обители все возрастало. Сам преподобный Сергий неоднократно посещал сию обитель и принимал по преданию участие в трудах братья. Спустя некоторое время преподобный Федор был возведен сам архиепископ Ростовского и своими добродетелями светло сиял там, подобно яркому светильнику, до самой своей кончины, бывшей 28 ноября 1394 года. Не только в Москве, но и во многих других местах возникали обители. Си светочи истинной веры, основанной учениками преподобного Сергия, или же устроенной самим великим подвижником. Так великий князь Дмитрий Иванович, желая воздвигнуть монастырь в Коломне, на месте называемом Голутвино, усердно просил святого Сергия благословить то место и воздвигнуть церковь. Тронутый такой верой великого князя и движимый любовью к нему, преподобный отправился в Коломну пешим. Он всегда имел такой обычай, благословил то место и воздвиг там церковь по имя святого богоявления. По просьбе великого князя он дал для новой обители одного из своих учеников священно инока Григория, мужа благоговейного и благочестивого. Вскоре и эта обитель, где также было установлено общежитие, Божией благодати просвела во славу единого в Троице славимого Бога. По просьбе другого князя Владимира Андреевича преподобный благословил место в Серпухове для монастыря в честь зачатия Пресвятой Богородицы. Сей монастырь, называемый Высоцким, святой послал строителям одного из своих самых любимых учеников Афанасия, сильного в божественном писании, отличавшегося необыкновенным послушанием и другими добродетелями, немного трудившегося над переписыванием книг. Так преподобный Сергий, благословляя многие обители и посылая туда своих учеников, трудился на пользу Церкви и во славу Святого и Великого имени Господа нашего Иисуса Христа. Равноангельская жизнь преподобного, необычайное его смирение, труды на пользу Церкви, внушили святому митрополиту Алексию желание иметь блаженного Сергия своим преемником и заместителем. Сей достойный пастырь стада Христова, замечая, что уже приближается контина, его призвал к себе преподобного Сергия и, взяв свой украшенный золотом и драгоценными камнями архиерейский крест, подал его преподобному. Но великий подвижник, смиренно поклонившись, сказал, прости мне, владыка святый, от юности не был я златоносцем, а в старости тем более желая пребывать в нищете. Святой же Алексей сказал ему, возлюбленный, я знаю, что таковым было всегда твое житие, теперь же покажи послушание и прими подаваемое тебе от нас благословение. При всем он сам возложил на святого крест, а потом начал говорить, ведаешь ли, преподобный, зачем я тебя призвал и что желаю предложить тебе. Вот я держал Богом врученную мне российскую митрополию и сколько Господу было то угодно, но теперь уже близок мой конец, не зная только дня моей конфины. Я желаю при жизни моей найти мужа, который бы после меня мог пасти Христово стадо и никого кроме тебя не нахожу. Мне хорошо известно, что и князь, и бояре, и духовенство, словом, все до последнего человека любят тебя, все станут просить тебя, чтобы ты вступил на архипастерский престол, так как ты один вполне достоин всего. Долго убеждал преподобного блаженный святителя Алексий, но, возлюбившись смирения, Сергий остался непреклонным. Владыка святый сказал он, «Если ты не желаешь изгнать меня из этих пределов, то не говори более о всем и не позволяй никому другому досаждать мне такими речами. Никто во мне не найдет на это согласие». Видя, что святой остается непреклонным, архипастер перестал говорить ему о всем. Он боялся, как бы преподобный не ушел в более отдаленные места и пустыни, и Москва не лишилась бы такового святильника. Утешив его духовной беседой, святитель с миром отпустил его в обитель. По прошествии некоторого времени святой митрополит Алексий скончался. Тогда все усиленно просили Сергия воспринять российскую митрополию. Но преподобный пребывал непреклонным, как адамант. Между тем на архипастерский престол вступил архимандрит Михаил. Он дерзнул облечься в святительскую одежду и возложить на себя белый клобук прежде своего посвящения. Полагая, что Сергий воспрепятствует его дерзновенному навелению и сам пожелает занять митрополию, он начал строить козни против преподобного и его обители. Блаженный, узнав осень, сказал своим ученикам, возносящийся над сей обитель и над нашей худостью Михаил не получит желаемого и даже не увидит царя Града, ибо он побежден гордостью. Пророчество святого сбылось, когда Михаил плыл на корабле в Царьград для посвящения. Он заболел и скончался, а на престол был возведен Киприян. Он был митрополитом с 1354-1391 годы. Более полутораста лет русская земля испытывала тяжелое бедствие. Более полутораста лет прошло с тех пор, как ею завладели татары. Тягостно и унизительно было игость их грозных завоевателей, частые набеги на целой области, разорение населения, избиение жителей, разрушение церквей божьих, большая дань. Все это невыносимым гнетом ложилось на русскую землю. Князья часто должны были ездить на поклон в Орду, и там подвергались разным унижениям. Нередко и среди князей происходили разногласия и ссоры, что мешало им объединиться и свергнуть иго иноплеменников. В это время божьим попущением за грехи людские один из ханов сатарских нечестивый Мамай поднялся на Русь со всеми своими несметными полчищами. Гордый хан хотел даже уничтожить веру православную. В своем высокомерии он говорил вельможам, возьму русскую землю, разорю христианские церкви и перебью всех князей русских. Напрасно благочестивый князь Дмитрий Иванович пытался дарами и покорностью укротить ярость татар. Хан был неумолим. Уже полчища врагов подобно грозовой тучи придвигались к пределам земли русской. Великий князь также стал готовиться к походу. Но прежде чем выступить в путь, он отправился в монастырь Животворящей Троицы, чтобы поклониться Господу и спросить благословение на предстоящий поход у святого игумена сей обители, помолившись усердно перед иконой Пресвятой Троицы. Дмитрий сказал преподобному Сергию, ты знаешь, отче, какое великое горе сокрушает меня и всех православных. Безбожный хан Мамай двинул все свои полчища, и вот они идут на мою отчизну, чтобы разорить святые церкви и истребить народ русский. Услышав это, преподобный начал ободрять князя и сказал ему, подобает тебе заботиться о стаде, порученном Богом, и выступать против безбожных. После всего святой старец пригласил князя выслушать божественную литургию. По окончании ее Сергий стал просить Дмитрия Ивановича, чтобы он впустил пищи в его обители, хотя великий князь и спешил отправиться к своему войску, однако он повиновался святому игумену. Тогда старец сказал ему, обед сей, великий князь, будет тебе на пользу, Господь Бог тебе помощник, еще не приспело время тебе самому носить венец победы, но многим, без числа многим сподвижником твоим готовы венцы страдальцев. После трапезы преподобный, окропив святой водой великого князя и бывших с ним сказал ему, врага ожидает конечная гибель, а тебя милость, помощь и слава от Бога, уповай же на Господа и на причистую Богородицу. Затем осенив князя честным крестом преподобный пророческий изрек, иди, господин небоязненно, Господь поможет тебе против безбожных, победишь врагов своих. Последние слова он сказал одному только князю, обрадовался тогда в защитник русской земли, и пророчество святого заставило его прослезить от умиления. В то самое время в обители Сергиевой подвязались два инока, Александр Пересвет и Андрей Ослябе. В миру они были воинами, опытными в ратных делах. Сих иноков монахов и просил великий князь у преподобного Сергия. Стар Источа же исполнил просьбу Дмитрия Ивановича, он приказал возложить на сих иноков в химу с изображением креста Христова. Вот вся да оружие непобедимое, да будет оно вам вместо шлемов и щитов бранных. Тогда великий князь в умилении воскликнул, если Господь мне поможет, я одержу победу над безбожными, то поставлю монастырь во имя Пречистой Богоматери. После всего преподобный еще раз благословив князя и окружавших его по преданию, он дал ему икону Господа-Седержителя и проводил его до самых врат обители. Так святой игумен старался ободрить князя в сие тяжелое время, когда нечестивые враги грозили сместить с лица земли имя русское и уничтожить веру православную. Между тем русские князья соединились и собравшаяся войска выступила в поход. 7 сентября ополчение достигло Дона, переправилось через него и расположилось на знаменитом Поле Куликовом, готовая встретить грозного врага. Утром 8 сентября в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы войско стало готовиться к бою. Перед самой битвой от преподобного Сергия приходит инок Нектарий с двумя другими братьями. Святой игумен хотел укрепить мужество князя. Он передает ему благословение Пресвятой Троице, присылает синоками Богородичную просвору и грамоту, в коей утешает его надежду и на помощь Божию и предрекает, что Господь дарует ему победу. Весть о посланниках Сергиевых быстро разнеслась по полкам и вдохновила воинов мужеством. Надеясь на молитвы преподобного Сергия, они небоязненно шли на битву, готовые умереть за православную веру и за свою родную землю. Несметное полчища татарское надвигалось как туча, уже из среды его выступил богатырь Телебей громадного роста, отличавшийся необычайной силой. Надменно, подобно древнему Голиафу, он вызывал кого-либо из русских на единоборство. Страшен был грозный вид этого богатыря, но против него выступил смиренный инок Пересвет, проспившись мысленно со своим отцом духовным, со своим собратом Ослябою, с великим князем, сей доблестный воин Христов с копьем в руках быстро устремился на своего противника. Страшной силой они сшиблись и оба пали мертвыми. Тогда началась ужасная битва. Такой сети еще не бывало на Руси. Бились на ножах, душили друг друга руками, тесня один другого, умирали под копытами лошадей. От пыли и множества стрел не видно было солнца. Кров лилась потоками на пространстве целых десяти верст. Много доблестных воинов русских пало в тот день, но вдвое более было побито татар. Битва окончилась совершенным поражением неприятелей. Безбожные и высокомерные враги бежали, оставив за собой поле битвы, усеянное трупами павших. Сам Мамай едва успел убежать с малой дружиною. Во все время, пока происходила ужасная битва, преподобный напросил Господа, чтобы он даровал победу православному воинству. Имея дар прозорливости, святой ясно видел, как бы перед своими глазами все то, что было удалено от него на большое расстояние. Провидев все это, он поведал братья о победе русских, называл павших по именам, сам приносил о них моления. Так Господь все открыл своему угоднику. С величайшей радостью возвратился в Москву великий князь, получивший за столь славную победу над татарами прозвище Донского, и немедленно отправился к преподобному Сергию. Прибыв в обитель, он от всего сердца воздал благодарение Господу сильному в бранях, благодарил святого игумена и братья за молитвы, рассказал преподобному подробно о битве, повелел служить за упокойные литургией и панихиды, за всех воинов, убиенных на Куликовом поле, и сделал щедрый вклад в монастырь. Памятуя об обещании, данном перед битвой, построить монастырь, великий князь при помощи преподобного Сергия, выбравшего место и освятившего храм новой обители, построил монастырь в честь успения Пресвятой Богородицы, Богоматери, на реке Дубенке, где также было учреждено общежитие. Вскоре после сего навождением дьявола татары под предводительством нового хана Тахтамыша коварным образом напали на русскую землю. В 1382 году Тахтамыш внезапно захватил Москву, разорил несколько других городов. Преподобный Сергий удалился в Тверь. Страшные враги уже были недалеко от обители, но могущественная десница Божия сохранила монастырь от дерзновенной руки грозных завоевателей. Тахтамыш быстро ушел, когда узнал, что приближается великий князь со своим воинством. Страшные сами по себе татары были еще страшнее и опаснее для русской земли в то время, когда между князьями происходили различные споры и ссоры за великокняжеский престол и за другие владения. Некоторые из князей вступали даже в союз с врагами русской земли татарами и литовцами. Такими усобицами часто пользовались наши враги, так что русской земле грозила неминуемая гибель, а между тем для спасения ее и отражения грозных неприятелей необходимо было всем тесно сплотиться и крепко оборонять свою родину от иноверных, забыв о всяких взаимных распрях. Для сего было нужно, чтобы власть верховная была в руках у одного великого князя, так чтобы другие князья подчинялись ему и выполняли его волю. Преподобный Сергий и стремился содействовать всему, как до Куликовой битвы, так и после нее и тем принес великую пользу родной земле. Несколько раз он приходил то к одному, то к другому князю и при Божьей помощи своим вдохновенным словом часто прекращал ссоры. Так в 1365 году он посетил Нижний Новгород и склонил князя Бориса Константиновича, захватившего сей город у брата своего Димитрия, повиноваться великому князю Димитрию Иоанновичу, требовавшему возвращения Нижнего Новгорода князю Димитрию. Преподобный Сергий примирил с великим князем московским и рязанского князя Олега. Последний не раз нарушал договор, вступая в сношение с врагами земли русской. Димитрий Иоаннович, следуя заповеди Христовой, несколько раз предлагал Олегу мир, но тот отвергал все предложения великого князя. Тогда он обратился к преподобному в 1385 году смиренный игумен по своему обыкновению пешком отправился в Рязань и долго беседовал с Олегом. Рязанский князь умилился душою. Он устыдился святого мужа и заключил с великим князем вечный мир. Особенной же любовь и уважение питал к преподобному сам Дмитрий Иванович. Часто он обращался за советами к святому игумену. Часто приезжал к нему за благословением. Он пригласил Сергия быть восприемником своих детей. Даже духовная сего князя скреплена подписью преподобного. Всей духовной навсегда установлен был порядок владения престолом великокняжеским. Власть великокняжескую должен был наследовать старший сын. Вышеупомянутый князь Владимир Андреевич питал к блаженному сыновню любовь и великую веру. Часто приходил к нему часто присылал ему в дар что-либо из житейских потребностей. Однажды он по своему обычаю отправил слугу с различными яствами в обитель преподобного. На дороге слуга по навождению дьявола соблазнился и съел немного из посланных яств. Придя в монастырь он сказал святому, что сие яства присланы князем. Прозорливый же старец не желал принять их, говоря, зачем, чадо, ты послушался врага? Зачем благословение не надлежало касаться? Обличенный слуга пал в ноги святому старцу и со слезами стал просить у него прощения, раскаиваясь в своем согрешении. Только тогда преподобный принял посланное. Он простил слугу, запретив ему делать еще что-либо подобное и отпустил его с миром. А благоверному князю велел передать благодарность и благословение от обители Пресвятые Троицы. Многие обращались к преподобному, прося у него помощи и заступления. И Сергий всегда помогал находящимся в бедах и защищал угнетенных и убогих. Около обители лежил один скупой, жестокосердый человек. Он обидел своего соседа, сироту, отнял у него свинью, не заплатив за нее денег и велел ее заколоть. Обиженный стал жаловаться преподобному и просил у него помощи. Тогда преподобный призвал к себе того человека и сказал ему, Чада, веришь ли ты, что есть Бог? Он судья праведным и грешным, отец сирым и вдовицем. Он готов на отмщение, но страшно впасть в его руки. Как же мы не страшимся отнимать чужое, обижать ближнего и творить всякое зло? Уже ли мы еще недовольны тем, что он дает нам по своей благодати, когда прещаемся чужим добром? Как можем мы презирать его долготерпение? Разве мы не видим, что творящие неправду становятся неимущими? Домы их пустеют, и память о них исчезает навсегда, и в будущем веке их ждет мучение бесконечное. И долго еще поучал святой сего человека и велел ему отдать сироте должную цену, прибавив, никогда не притесняй сирот. Тот человек раскаялся, обещал исправиться и отдать деньги своему соседу. Но спустя несколько времени он изменил свое намерение и не отдал сироте денег. И вот войдя в клеть, где было мясо зарезанной свиньи, вдруг видит он, что все оно изъедено червями, хотя был тогда мороз. Объятый страхом, он тотчас заплатил сироте, что следовало, а мясо выбросил собакам. Однажды прибыл в Москву из старя града некий епископ. Он много слышал о святом угоднике Божием, но не верил всему. Может ли, думал он, появится в всех странах такой великий светильник? Рассуждая так, он задумал отправиться в обитель и самому посмотреть на старца. Когда он приближался к монастырю, им овладел страх. А лишь только он вошел в обитель и взглянул на святого, тотчас же ослеп. Тогда преподобный взял его за руку и вел в свою келью. Епископ со слезами начал умолять Сергия, поведал ему о своем неверии, просил о прозрении и каялся в своем согрешении. Смиренный игумен прикоснулся к его глазам, и епископ тот сейчас же прозрел. Тогда преподобный кротко и мягко стал беседовать с ним и говорил, что не следует возносить. Епископ же, прежде сомневавшийся, стал теперь всех уверять, что святой воистину человек Божий, и что Господь к подобающей чести проводил епископ преподобный своего монастыря, и он возвратился к себе, прославляя Бога и его угодника Сергия. Однажды ночью блаженный Сергий стоял перед иконой Пречистой Богородицы, совершая свое обычное правило, и, взирая на святой лик, ее так молился. Пречистая Матерь Господа нашего Иисуса Христа, заступница и крепкая помощница человеческому роду, «Будь за нас недостойной ходатайцей, молись всегда твоему Сыну и Богу нашему, да призреть на святое сие место. Тебя, Матерь сладчайшего Христа, призываем на помощь рабы твои, ибо ты для всех пристанище и надежда». Так преподобный молился и воспевал благодарственный канон Пречистой. Окончив молитву, он присел на короткое время для отдохновения. Вдруг он изрек к своему ученику Михею, «Чадо, бодрствуй и трезвись, сейчас к нам будет неожиданное и чудесное посещение». Лишь только он произнес сие слова, внезапно послышался голос, говорящий, «Все грядет Пречистое». Усахавский есть святой поспешно вышел из кельи в сене. Здесь осиял его великий свет, ярче солнечного сияния, и он сподобился узреть Пречистую, сопровождаемую двумя апостолами Петром и Иоанном. Необычайный блеск окружал Бога-Матерь, не вынося столь чурного сияния святой полниц. Пречистая же прикоснулась к святому своими руками и сказала, «Не ужасайся, избранник мой, я пришла посетить тебя, ибо услышаны твои молитвы об учениках. Не скорби больше об обители сей, отныне она будет иметь изобилие во всем, не только при твоей жизни, но и по отшествии твоем к Богу. Я же никогда не оставлю место сего». Изрекшись сие, причистая Богоматерь стала невидима. Святой был поражен великим страхом и трепетом. Придя в себя через несколько времени, он увидел, что ученик его лежит как мертвый. Святой поднял его. Тогда Михей стал кланяться в ноги старцу, говоря, «Отче, Господа ради, расскажи мне, что это за чудное явление? Едва душа моя не разлучилась с телом, столь дивно было это видение!» Святой же был объят великой радостью. Даже лицо его сияло от несказанного ликования. Он не мог промолвить ничего другого, как только, «Чадо, помедли немного, ибо и во мне от чудного видения трепещет душа». И некоторое время преподобный стоял молча. После чего он сказал своему ученику, «Позови ко мне Исаака и Симона». Когда они пришли, то святой рассказал им все по порядку, как он видел Пречистую Богородицу с апостолами и что она изрекла ему. Услышав это, они исполнили с великой радостью и все вместе совершили молебен Богородицы. Святой же провел без сна всю ту ночь, размышляя о милостивом посещении Пречистой Владычицы. Однажды преподобный совершал божественную литургию. Вышеупомянутый ученик его, Симон, муж испытанной добродетели, тогда был экклесиархом. Вдруг он видит, что по святому престолу носится огонь, озаряя алтарь и окружая служащего Сергея, так что святой был объят пламенем с головы до ног. А когда преподобный приступил к принятию христовых тайн, огонь поднялся и, свившись как бы некая дивная пелена, погрузился в святую чашу и с коей и причастился сей достойный служитель Христов святый Сергий. Видя это, Симон пришел в ужас и стоял в безмолвии. Причастившись, Сергий отошел от святого престола и, поняв, что Симон сподобился видению, призвав его и спросил, «Фяда, чего ты так устрашил из душа твоя?» «Отче, я узрел чудное видение, явил благодать Духа Святого действующую с тобою». Тогда преподобный запретил ему рассказывать о всем кому-либо сказав, «Не говори о всем никому, пока Господь не призовет меня к себе». И оба они стали горячо благодарить Творца, явившего им такую милость. Прожив много лет в большом воздержании среди неусыпных трудов, совершив много славных чудес, преподобный достиг глубокой старости. Ему исполнилось уже семьдесят восемь лет. За шесть месяцев до кончины, провидив свое отшествие к Богу, он призвал к себе братья и поручил руководить ею своему ученику Никону. Сей, хотя и был молод летами, но был умудрен опытностью духовною. Во все время своей жизни сей ученик подражал своему учителю и наставнику преподобному Сергию. Всего-то Никона святое назначил игуменом, а сам предался совершенному безмолвию и стал готовиться к отшествию из сей временной жизни. В сентябре месяце он впал в тяжелый недуг и, почувствовав свою кончину, призвал к себе братья. Когда она собралась, преподобный в последний раз обратился к ней с поучением и наставлением. Он увещевал иноков пребывать в вере и единомыслии, умолял их сохранять чистоту душевную и телесную, завещал питать ко всем нелицемерную любовь, советовал им удаляться от злых похотей и страстей, наблюдать умеренность в пище и питье, убеждал не забывать странолюбие и быть смиренными, бежать от земной славы. Наконец он сказал им, я отхожу к Богу меня призывающему и поручаю вас всемогущему Господу и причисто его матери, да будет она вам прибежищем и стеною отстрел лукавого. Самые последние минуты преподобный пожелал сподобиться святых тайн христовых. Уже он не мог сам подняться со своего ложа. Ученики благоговейно поддерживали под руки своего учителя, когда он в последний раз вкушал тело и крови христовых. Затем воздев свои руки, он с молитвой предал Господу чистую свою душу. 25 сентября 1392 года лишь только святой приставился. Несказанное благоухание развелось по его келии. Лицо праведника сияло небесным блаженством. Казалось, он опочил глубоким сном. Лишившись своего учителя и наставника, братья проливали горькие слезы и сильно скорбели они, как овцы, потерявшие своего пастыря. С надгробными песнями и псалмопениями они погребли честное тело святого и положили его в и он столь ревностно подвязался в течение своей жизни. Прошло уже более тридцати лет после представления преподобного Сергия. Господь восхотел еще более прославить своего угодника. В сие время близ монастыря жил один благочестивый человек. Имея великую веру к святому, он часто приходил ко гробу Сергия и усердно молился угоднику Божию. Однажды ночью после горячей молитвы он впал в легкий сон. Вдруг ему явился святой Сергий и сказал «Возвести игумену сей обители. Зачем оставляют меня так долго под покровом земли во гробе, где вода окружает мое тело?» Пробудившись, тот муж исполнился страха и вместе с тем почувствовал в сердце своем необычайную радость. Немедленно рассказал он о всем ведении ученику преподобного Сергия Никону, бывшему тогда игуменом. Никон поведал о всем братье. И велико было ликование всех иноков. Слух о таком ведении распространился далеко, и посему много людей стеклось в обитель, прибыл и почитавший преподобного как отца князь Юрий Дмитриевич, долго заботившийся о святой обители, князь Двенегородский. Лишь только собравшиеся открыли гроб преподобного, тот час же великое благоухание распространилось кругом. Тогда увидели дивное чудо, не только честное тело преподобного Сергия сохранилось целым и невредимым, но тление не коснулось даже и одеяния его. По обе стороны гроба стояла вода, но она не касалась ни мощей преподобного, ни его одежды. Видя это, все возрадовались и восхвалили Бога, прославившего столь дивно своего угодника. С ликованием были положены святые мощи преподобного в новую раку. Сие обретение мощей преподобного Сергия последовало 5 июля 1428 года, в память чего и было установлено празднование. Милосердный Господь дивно прославил великого угодника своего. Многочисленные и многоразличные чудеса подаются всем с верой призывающим его святое имя и преподающим к раке многоцелебных и чудотворных мощей его. Смиренный подвижник бегал славой мирской, но могущественная десница Божия высоко возвеличила его, и тем более он смирял себя, тем более Бог прославлял его. Еще находясь на земле, преподобный Сергий сотворил много чудес и сподобился дивных видений, но проникнутый духом смирения и кротости, он запрещал своим ученикам рассказывать о всем. По кончине же восприял такую силу от Господа, что различные чудеса, совершаемые по его молитвам, подобным многоводной реке, не умоляющей струй своих. Истинно и не ложно слово Писания, дивен Бог во святых своих. Дивны чудотворения, подаваемые всем через его угодника, слепые получают прозрение, хромые исцеления, немые дар слова, бесноватые освобождения от лукавых духов, болящие здравия, находящиеся в бедах помощь и заступление, теснимые врагами состояния. Словом, всем обращающимся к преподобному подается помощь. Светло светит солнце и согревает своими лучами землю, но еще светлее сияет сей чудотворец, просвещая своими чудесами и молитвами души человеческие. И солнце заходит, но слава сего чудотворца никогда не исчезнет, она будет сиять вечно, и во священном Писании говорится праведники вовеки живут. Невозможно умолчать о чудесах сего угодника, но нелегко и описать их. Так велико число их, так различны они. Упомянем лишь о самых важных чудотворениях, коими Бог благоволил прославить своего великого подвижника. Оставив братья видимым образом, преподобный Сергий не оставил с ней общения невидимого. Этот великий чудотворец заботился о своей обители и после кончины, неоднократно являясь кому-либо из братьев. Так однажды иноксего монастыря по имени Игнатий удостоился такого видения. Святый Сергий стоял за стеночным бдением на своем месте и с прочими братьями участвовал в церковном пении. Удивленный Игнатий тотчас же поведал о всем братьях и все с великой радостью возблагодарили Господа, даровавшего им такого великого молитвенника из поспешника. Осенью 1408 года, когда игумен был выженазванный ученик преподобного Никон, пределом московским стали приближаться татары под предводительством свирепого Эдегея. Преподобный Никон долго молил Господа, чтобы он сохранил место сие и защитил его от нашествия грозных врагов. При всем он призывал имя великого основателя сей обители преподобного Сергия. Раз ночи он после молитвы присел, чтобы отдохнуть и забыл с одремотой. Вдруг видит он святителей Петра и Алексея и с ними преподобного Сергия, который изрек. Господу было угодно, чтобы иноплеменники коснулись и сего места. Ты же, чадо, не скорби и не смущайся. Обитель не запустеет, а просветет еще более. Затем, преподав благословение, святые стали невидимы. Придя в себя, преподобный Никон поспешил к дверям, но они были заперты. Отворив их, он увидел святых, идущих от его кельи к церкви. Тогда понял он, что сие было не сон, а истинное видение. Предсказание преподобного Сергия скоро исполнилось. Татары разорили обители, сожгли ее. Но предупрежденные таким чудесным образом Никон с братьями временно удалились из монастыря. А когда татары отступили от московских пределов, Никон с Божьей помощи по молитвам преподобного Сергия, снова отстроил обители и возвих каменный храм в честь Пресвятой Троицы, где и до сегодня опочивает мощи преподобного Сергия. При всем многие достойные мужи видели, как святитель Алексий с преподобным Сергием приходили на освещение новых зданий обители. В егуменство того же преподобного Никона один инок рубил лес на построение келей. Он сильно поранил себе топором лицо. своей работой возвратился к себе в келью. Уже наступал вечер. Игумена же тогда не случилось в монастыре. Вдруг сей инок слышит, что кто-то постучался в дверь кельи и назвал себя игуменом. Изнемогая от боли и потери крови, он не мог встать, чтобы отворить дверь. Тогда она сама отворилась. Всю келью озарил вдруг дивный свет, и среди сего сияния инок увидел двух мужей, благословения. Светоносный старец показывал святителю основание кельи, последний же благословил их. Тогда болящий кельишайшему своему изумлению заметил, что кровь из раны его перестала течь, и почувствовал себя совершенно здоровым. Из этого он уразумел, что удостоился видеть святителя Алексия и преподобного Сергия. Так сии святые мужи, соединенные тесными узами братской любви при жизни и по смерти часто вместе являлись многим. Один из жителей Москвы по имени Симеон, родившийся по предсказанию святого, заболел столь сильно, что не мог ни двинуться, ни уснуть, ни принять пищи, но лежал как мертвый на своем одре. Страдая таким образом, он однажды ночью стал призывать к себе на помощь святого Сергия. Помоги мне, преподобный Сергий, избавь меня от всей болезни. Еще при жизни твоей ты был так милостив к моим родителям страждущего в столь тяжкой болезни. Вдруг перед ним предстали два старца, а один из них был Никон. Болящий тотчас узнал его, потому что лично знал этого святого еще во время его жизни. Тогда он понял, что второй изъявившийся был сам преподобный Сергий. Дивный старец ознаменовал болящего крестом, а после всего велел Никону взять икону, стоящую у одра, она была некогда подарена Симеону самим Никоном. Затем больному показалось, что вся кожа его отстала от тела. После всего святые стали невидимы. В ту же минуту Симеон почувствовал, что он совершенно выздоровел. Он поднялся на своем одре и уже никто более его не поддерживал. Тогда понял он, что не кожа сошла у него, а болезнь оставила его. Велика была его радость. Став, он начал горячо благодарить святого Сергия и преподобного Никона за свое неожиданное и столь дивное исцеление. Однажды в обитель преподобного собралось в обыкновение множество народа, ибо наступал великий праздник в честь Пресвятые Троицы. Среди пришедших был один бедный слепец семилетнего возраста, потерявший зрение. Он стоял вне церкви, где в то время благоговейно шло торжественное богослужение. Проводник же его отошел на некоторое время от него. Слушая пение, церковный слепец скорбел, что не может войти и поклониться мощам преподобного, подающего, как он часто слышал столь многие исцеления. Оставленный проводником, он стал горько рыдать. Вдруг явился ему скорый помощник всех находящихся в бедах Святой Сергий. Взяв его за руку, преподобный ввел всего человека в церковь, подвел его к раке, слепец поклонился ей, и тотчас исчезла его слепота. Множество людей были свидетелями такого славного чуда. Все возблагодарили Бога и прославили его угодника. А человек, получивший исцеление, в благодарность навсегда остался в обители преподобного и помогал за свое исцеление братья и в их работах. В 1551 году царь Иоанн Васильевич Грозный царствовал с 1533 по 84 год для защиты от татар основал город Свияшск. В тем городе был построен монастырь в честь Пресвятой Троицы, где находился образ преподобного Сергия. Много чудес подавалось от всей иконы не только верующим, но и среди неверующих язычников. Однажды в Свияшск явились покорностью старейшины горных черемисов. Они рассказывали следующее. Лет за пять до основания этого города, когда место сие было пустым, мы часто слышали здесь русский церковный звон. Мы посылали сюда быстрых молодых людей посмотреть, что такое здесь происходит. Они слышали голоса прекрасно поющих, как бы в церкви, но никого не видали. Один только инок ходил с крестом, благословлял на все стороны и как бы размерял место, где теперь город. И все то место наполнялось благоуханием. Когда пускали в него стрелы, они не ранили его, а взлетали вверх и ломались, падая на землю. Мы сказали о том нашим князьям, а они царицы и вельможам. Но особенно много чудес было совершено преподобным Сергием в тягостное время осады Троицкого монастыря поляками. Своими явлениями святой хотел ободрить мужественно защитников всей славной обители и укрепить всех православных людей. Враги под начальством Лисовского и Сапеги начали осаждать монастырь. 23 сентября 1608 года число их было громадно. Оно простиралось до 30 тысяч. Защитников уже было немного более двух тысяч. Посему все собравшиеся в обитель сильно упали духом. Среди всеобщего плача и рыдания было совершено всеночное обдение по 25 сентября, когда совершается память святого Сергия. Но преподобный поспешил ободрить находившийся в печали и скорби. В ту же самую ночь одному иноку Пимену было видение. Сей инок молился всемилостивому спасу и причистой Богородице. Вдруг думая, что враги подожгли обитель, Пимен вышел из своей кельи. И ему представилось дивное явление. Он видел над главой храма живоначальной Троицы огненный столб, возносившийся до небес. В изумлении Пимен призвал других иноков и некоторых измерян, и все удивлялись ему необычайному видению. Спустя несколько времени столб начал опускаться, и, свившись огненным облаком, вошел в храм Троицы через окно над входом. Между тем осаждавшие осыпали монастырь ядрами. Но всесильная десница Божия защищала обитель Пресвятой Троицы. Ядра падали на пустые места или в пруды и мало причиняли вреда осаждавшим. Множество народа собралось под защиту монастырских стен. Так что внутри обители была теснота необыкновенная. Многие не имели крова, несмотря на позднее время года. Между тем враги стали вести подкоп под монастырь и изнурялись силы осажденных частыми набегами. Чтобы ободрить находившийся в обители преподобный в один воскресный день явился панамарю Иринарху и предрек нападение врагов. Потом тот же старец видел, как святой Сергий ходил по ограде и кропил ее святой водою. Следующую ночь после сего защитники отбили врагов и нанесли им немалое поражение. Зная о подкопе, осажденные однако не знали его направления. Каждую минуту грозила им лютая гибель. Всякий ежечасно видел смерть перед своими очами. В сие горестное время все с усердием стекались в храм живоначальной троицы. Все с сердечным умилением взывали к Богу о помощи. Все каялись в грехах своих. Не было человека, кто бы не обращался с верой к мощам великих заступников Сергия и Никона. Все сподобившись честных тела и крови Господних готовились к смерти. В все тяжкие дни преподобный Сергий явился архимандриту Иосафу. Был архимандритом с 1608 по 1610 год. Однажды Иосаф после усердной молитвы перед иконой Пресвятой Троицы впал в легкую дремоту. Вдруг пресвятой Троицы. Окончив свою молитву, он обратился к архимандриту и сказал ему, «Восстань, брат, теперь подобает молиться, бдите и молитесь да не внидите в напасть. Всесильный и всемилостивый Господь помиловал вас, чтобы вы и в прочее время подвязались в молитве и покаянии». Архимандрит поведал о всем явлении братья и много тем утешил людей, объятых страхом и обуреваемых Иосаф сподобился еще другого видения. Однажды он совершал у себя в теле правила. Вдруг к нему входит преподобный Сергий и говорит, «Восстань и не скорби, но в радости вознеси молитвы, ибо о всех вас молится Богу Пречистая Богородица Преснодева Мария с ликами ангелов и со всеми святыми». Преподобный Сергий являлся не только бывшим святой обители, но также и казаком, осаждавшим Лавру. Один казак из неприятельского стана пришел в монастырь и рассказал о явлении преподобного. Многие военачальники видели, как по монастырским стенам ходили два святозарных старца наподобие чудотворства Сергия и Никона. Один из них ходил в монастырь, а другой кропил его святою водою. Затем они обратились к казацким полкам, укоряя их за то, что они вместе с хотят разорить дом Пресвятой Троицы. Некоторые из поляков стали стрелять в старцев, но стрелы и пули отскакивали в самих стрелявших и многих из них ранили. В ту же ночь преподобный явился во сне многим полякам и предрек им гибель. Некоторые из казаков, устрашенные с им явлением, оставили лагерь врагов и ушли домой, дав обещание никогда более не поднимать оружие на православных. По милости Божией осажденным удалось узнать направление подкопа, они уничтожили его, причем несколько защитников пожертвовали своей жизнью, исполняя заповедь Христову. Нет больше той любви, как если кто душу свою положит за друзей своих. Между тем наступившая зима заставила врагов прекратить свои частые нападения, но осажденные стали сильно терпеть от ужасного врага внутреннего, от тесноты и дурной пищи в монастыре развелась ужасная болезнь цинга. Небольшие силы защитников уменьшались с каждым днем, и романахи не успевали напутствовать умирающих. Могущих носить оружие осталось около двухсот человек. С унынием ожидали осажденные возобновления военных действий, но Бог дивным образом хранил обитель, основанную его великим угодником. С незначительными силами защитники долго отражали приступы неприятелей, но чем более проходило времени, тем более осажденные падали духом. Слабые и нерешительные даже советовали покориться врагам добровольно. Они говорили, что уже нельзя поставить кого-либо в Москву с просьбой о помощи. Так враги стеснили монастырь. Среди этого роптания и уныния преподобный Сергий хотел поддержать мужество и ободрить слабых духом. Он снова явился по наморю Иринарху и сказал, «Скажи братьям и всем ратным людям, зачем скорбеть о том, что невозможно послать весть в Москву? Сегодня в третьем часу ночи я послал от себя в Москву в дом Пречистой Богородицы и ко всем московским чудотворцам трех моих учеников Михея, Варфоломея и Наума, чтобы они совершили там молебствие. Враги видели посланных. Спросите, почему они не схватили их?» Иринарх поведала всем явлений. Все стали расспрашивать стражу и врагов, не видел ли кто посланных из монастыря. Тогда открылось, что неприятели действительно видели трех старцев. Они стали их преследовать и надеялись быстро настигнуть их, так как кони под старцами были очень плохи. Но преследовавшие обманулись в своем ожидании. Кони под старцами неслись как будто крылатые, враги не могли никак нагнать их. В это время в обители был один больной старец. Услыхав о всем он стал размышлять на каких именно конях были посланы Сергием старцы и действительно ли все это было. Тогда внезапно явился ему преподобный сказав, что он послал старцев на тех слепых лошадях, кое вследствие недостатка корма были выпущены за монастырскую ограду. Он исцелил этого старца от болезни и вместе с тем от неверия. Сам мы сей день в Москве увидели старца, за коем следовало 12 вазов, наполненных печеным хлебом. Москва тогда также была осаждена врагами. Старец направился к Богоевленскому монастырю, где тогда было Лавровое подворье Лаврское. Видевшие старца удивились и недоумевали, как можно было пройти незамеченным среди полков неприятельских. Кто вы и как прошли сквозь такое множество войска, спрашивали жители Москвы старца. Он же отвечал им, все мы из дома пресвятой и еженовочальной троицы. Когда его спросили, что происходит в обители преподобного Сергия, старец отвечал, не предаст Господь имени своего в поношение неверующим, только сами вы, братья, не смущайтесь и не предавайтесь отчаянию. Между тем по Москве стал распространяться слух о прибывших из обители преподобного Сергия. Сам царь Василий спрашивал, почему к нему не привели их. К Богоявленскому монастырю стало стекать много народа, но там никто не видел прибывших. Когда же всем монастыря оказалось вдруг большое изобилие хлеба, тогда поняли, что то было видение. Бедствие осады переносила и Москва, враги прекратили к ней всякий доступ. Так что хлеб сильно сдорожал. Царь Василий и патриарх Гермоген убедили келаря Троицкого монастыря Авраамия Палицина продать по низкой цене часть хлеба из запасов в Богоявленском монастыре. Авраамий исполнил это приказание, но спустя некоторое время цена хлеба опять сделалась очень высокой. Царь и патриарх снова просили отпустить хлеб из Лаврского подворья. Авраамий же опасался, что хлебные запасы истощатся очень скоро, но уповая на милость Божию и призывая имя великого угодника его преподобного Сергия, он исполнил просьбу царя. В житнице Богоявленского монастыря служил в то время некто Спиридон. Нагребая хлеб, он заметил, что из щели бывшей в стене сыплется рожь. Он стал ее отгребать, она потекла еще сильнее. Видя такое чудо, он рассказал всем другим служителям и самому келарю. Достойно удивления, что во все так что этим хлебом питались как все живущие здесь, так и многие приходящие. Наконец разбитые несколько раз враги в страхе отступили от стен Троицкой обители 12 января 1610 года. Тяжелое время переживала тогда вся русская земля. Враги рассеялись по ней, одни из городов были осаждены, другие же не знали, что им делать, за кем идти и кого слушать. Много крови пролили враги русская земля погибала. В это тягостное время большую пользу отечеству принесла Троицкая лавра. Архимандрит ее Дионисий и Киларь Авраам и Палицын, собрав вокруг себя скорых и доброумных писцов, составляли увещательные грамоты и посылали их по городам. В всех грамотах Архимандрит и Киларь призывали всех русских людей соединиться вместе и крепко стать против врагов земли русской и веры православной. Одна из таких грамот пришла в Нижний Новгород. В это время там жил один богочестивый человек Казьма Минин. Он любил часто уединять в особой храмине и здесь наедине возносить Богу свои усердные молитвы. Однажды в всей храмине ему явился в сонном видении преподобный Сергий великий чудотворец повелел Казьме собирать казну для ратных людей и идти с ними для очищения государства московского от врагов. Пробудившись Казьма в страхе стал размышлять о всем видении. Но полагая что собирание войска не его дело он не знал на что решиться. Спустя немного времени преподобный вторично явился ему но и после всего Казьма пребывал в нерешительности. Тогда Святый Сергий в третий раз явился ему и сказал не говорил ли я тебе чтобы ты собирал ратных людей милосердному Господу угодно было помиловать православных христиан избавить их от волнения и даровать им мир и тишину посему я и сказал тебе чтобы ты шел на освобождение земли русской от врагов не бойся того что старшие мало станут внимать тебе младшие охотно пойдут за тобою это благое дело будет иметь добрый конец последнее видение повергло Казьму в трепет он даже захворал и вот полагая что болезнь постна ему наказание за сомнение он стал горячо умолять преподобного Сергия о прощении и после всего ревностно принялся за дело он начал убеждать своих сограждан чтобы они собрали воинство и выступили против врагов особенно молодые помогали ему вскоре Казьма был избран в земские старосты причем граждане положили во всем слушать его тогда этот благочестивый муж пожертвовал все свое имущество на ратных людей и к примеру его последовали все нижегородцы так он собрал воинство пошел с ним на безбожных врагов и много содействовал освобождению родной земли от поляков и Литвы еще несколько лет по-божьем терзали они русскую землю проливали кровь православных но всемогущий Господь не хотящий смерти грешника презрел своим милосердным оком на русское государство спас и сохранил его по молитвам славного своего угодника преподобного Сергия много и других чудес совершался и угодник Божий и до сего времени гроб его является неоскудеваемым источником чудотворений все с верой приходящие получают различные и богатые милости преподем и мы к раке многоцелебных мощей святого Сергия и в сердечном умилении воздавем преподобный отче Сергия моли Бога о нас Богу нашему слава во веки веков аминь просим приходите подписывайтесь будете регулярно получать с нашего канала